Эмоции, в общем-то, сегодня не назову их положительными, потому что план на игру практически выполнили. Не планирую только, что у нас удалят игрока за равные фолы, которые были в свойствор, удалили игрока. Но это дело, есть кому разбираться, судейство, это не мое дело. То, что касается плана, да, я говорил, что эта команда обладает сильными в любые качества. Они будут биться, они, может, какого-то не проявят там красивого футбола, но то, что не уступят силовой борьбе, на это и настраивали. Думали, что равные составы, может, замены, которые я сделал, может, нас бы усилили. Ну, считаю, что даже в такой игре взять очко, наверное, считается хорошо, потому что, ну, это отскок сегодня, скажем так. И очень-очень плохо себя ведут ваши болельщики. Кидают камни, плюются бутылки. Так, для кого этот футбол? Мы же для болельщиков играем. Зачем же? Мы же на своей работе, мы ее выполняем исправно, а людям так нельзя, надо и полицию, так некрасиво. Мы никогда не обращаемся к вашей команде так наоборот уважительно. Считаю, что мы дружили и дружить будем, но наводить порядок на стадионах нужно. Потому что я обязательно попросил внести протокол и отнесли камень, бутылку. Так нельзя делать. Ну, что ж, хорошо, извините за эмоции. Как же можно придут игру на первый, там, дорогой, там, какие были ключи, я думаю, по игре в зале? Это, ну, не знаю, мы опять пропустили какой-то нелогичный гол, считаю. Ну, это такое дело, разберемся сами. Нашли силы себе отыграть, и еще больше рад, что нашли в меньшинстве силы отыграть. Наверное, все-таки игра характера сегодня победила наша команда, потому что у вас было численное преимущество, вы нас не додавили, а мы в меньшинстве, наверное, может, чуть-чуть на кураже поймали на контратаке и забили мяч. Результат, вважаете, из-за такой игры сгономерный? Ну, до игры, наверное, расстроился, после игры считаю, что очко нашли. Ваша команда сберегла склад, кистяков, з минулого року, добавила 5 игроков, ну, кто-то говорит про какие-то завдания. Вы так сильно не афишували, але какие реальные завдания, и какие, мы бачите, в эту первую игру, в эту игру начали? Ну, чуть не соглашусь, я потерял основных игроков, Ермакова шел в Десну, Демченко вошел в Колос, шершень ушел в Металлист, это три игрока основного состава. Рад, что те ребята, которые в том году, ну, как, наверное, может, считались вторыми номерами, и те, которые сегодня пригласили, ну, проявляют дух нашего коллектива, это, наверное, для построения команды, это один из очень важных элементов. Наверное, не будем греха таить, то, что команда строится, никаких особо задач о премьер-лиге у нас нет, но мы с футболистами договорились, что мы тогда будем ходить зря на работу, если будем планировать проигрыши, мы будем планировать каждый матч, как последний, и будем набирать максимальное количество очков. То у вас задание не стоит? Нет. У нас слабая инфраструктура, у нас нет тренировочного поля, мы едем где-то на выезд, останавливаемся, где-то тренируемся, потому что искусственное поле – это дополнительная травма для футболистов, а своего нет, к сожалению. Президент в этом году выделил кошты, как у вас говорят, на строительство поля, но это только сентябрь, октябрь. Будем надеяться, что в следующем чемпионате у нас будет инфраструктура, и из академии добавятся ребята, и, может быть, в следующем году будем ставить задачу. Все-таки Донбассу, наверное, команда нужна, потому что Олимпик, Шахтер и Мариуполь от нас очень далеко, а болельщики у нас на нашей территории футбол любят. Какие выражения от первой лиги? В сезонном чемпионате был сильнейший? Ну, вы же видите, команда 7, наверное, все-таки декларирует о выходе в премьер-лигу. Это говорит о том, что, в общем-то, за эти три путевки, я в том году говорил поза том, что однозначно украинский футбол теряет, из-за того, что в высшей лиге играет мало команд. Надо расширять его до 16-ти. Мы проходили это в 90-х годах, когда распался Советский Союз, и играли команды, может, без особого имени, ну, я не хочу их обижать, но играли со второй лиги, там, с первой. И, в общем-то, не все вылетели команды, которые попали случайно. А через год набрали оборотов, тот же Шепетовка, тот же Нива-Тернополь. Они обыгрывали Шахтер, Динамо, забирали очки. Считаю, что нам на пользу, что команды, которые имеют сегодня инфраструктуру, в первой лиге пойдут высшую, это будет достаточно более, достаточно конкуренция для наших команд, которые играют в кубках УЕФА. Меньше будет проходных матчей. Ну и, конечно, для сборной молодое поколение. Говорите, у вас играют молодые, у меня 2000 года ребята выходят. Я думаю, что, наверное, это шаг будет вперед. А конкуренция, да, в первой лиге сегодня, может быть, просто, наверное, в первой лиге каждый матч такой, как сегодня. У нас проходных не бывает матчей. Я думаю, что у вас тоже. Считаю, что больше сегодня силовой футбол, может, атлетичный, может, характер и так далее. Наверное, в первой лиге такой больше футбол. Я думаю, что у вас эти замены, что вы сделали, последние 20 минут, вы не запутали их? Нет. Самое главное, что у вас потужнее играет в конце матча, после этих замен. Ну, я еще раз говорю, мы не планировали. По игре не было такого момента, чтобы у нас могла быть даже карточка получилась, что игрок получил сразу две и его удалили. Мы планировали. Ну, что греха стоить, у вас взрослая, опытная команда, но молодость свою берет. Я планировал выпустить в конце футболистов свежие, для того, чтобы усилить игру в атаке. Ну, я же говорю, случилось, как случилось, и давайте уже эмоции. Потом ничья, я не знаю, будут радоваться Ковалюк этому или нет, но считаю, что, как минимум, закономерный результат – это ничья. Я прошу. Да.